Нет, у меня вообще 50 лет готовят все материалы. Участники в этом очень большие люди такие. Это Сбербанк помогал им. Все знают, книги имеют возрождающие действия. Что я в начальник лагеря, привозят детей. В 13 лет уже наркоманы. Еще из месяца ребенка не узнают. Спрашивают, как? Приезжает он профессор, психологический. Директор Кестинского института словно на прилетел. И увидят, встаем рано в 5 утра. Здесь искупались, поработали. Все с молитвой, священник приходит. Все с Богом. Что мы куплены Христом, кровью Его. Мы себе не принадлежим. Мы не имеем права так жить, как жили. Мы все время должны совершенствоваться во Христе, движимый Духом Святым. В каждом видеть не врага, а тот, который может мне помочь, а я ему эту коротенькую жизнь облагородить. Вот Кашпура сейчас там посмотрели, поэтому у него нашел стихотворение. У Кашпурова? Да. Здесь 3467 маистских творений. Поэтому мне очень это дорого. Он коснулся заброшенного дома, в деревне. А сегодня 17 тысяч, все, в России погибли. А мы взяли землю и с нуля восстанавливаем поселение. То есть конкретно вот вопрос, я слово «проблема» не употребляю умышленно, не люблю его. И как это делать? Это делать нужно с Богом, с молитвой. И тогда жизнь, она облагороженная Духом Святой, делается совершенно не похоже на вчерашний день. Враги, ну даже что враги, меня садили. А ко мне сотрудники КГБ приезжают, кремль берут, кто судил, все, я приезжаю. Почему? А мы молились. И Бог это так все разгладил. Я за рубежом был, в Вашингтоне, голос Америки выступал, и спрашивает, а как вам КГБ помешало? Мне? Никак. Они меня просто известным делали, и все. И знаете, а вы что в Ставропольском крае-то делаете? В Ставропольском крае-то едем по библиотекам. Вчера мы в столице вашей были, а до этого Ростов-на-Дону, и по порядку идем. А до этого мы прошли в Германию, в Польше, в Венгрии, в Румынии, то есть везде центральные национальные библиотеки. А в прошлом году мы дошли до Владивостока. Сегодня настолько для людей необычные. Это понятно, что я 9 лет не вылазил из-за компьютера, сам набирал. Ну, это же большой труд. Ой, и сам Верска занимался еще. Видите, мы сегодня ночевали где-то в лесополосе, там прошел дождь, грязь, мы кое-как очистились. И едем мы с любовью, что эти книги кому-то послужат поспасивами. А в храме почему не остановились? А в храме уже подарены. У меня целая пачка. А, вы писали, отцу Игоря, да? Вот нет, мы здесь, здесь нет, не будем. Надо показать. Хочу показать просто. А у вас ксерокс есть, нет? Нет. Если можно, можно снять вот все от нас. Ну, это наша Алтайская правда. Сейчас, вот что. Статья. Так. Там, наверное, сейчас попробую. Она останется. Да, мне не смешать. Когда книги стали выходить, я написал в библиотеке практически во всех. И в Таврополь, везде посылали. А вот этот поступил стандартный. Книги нам нужны, но взять не можем. Ну, финансирования нет. И поедите, вот эта вот библиотека Емилея, это самая центральная. Вот это историческая библиотека Москвы. Ну, тут прошли в Рязань, в Киев, в Национальной библиотеке Прага. Видите, насколько необычный куть в этом интернете. Мои сомневища, в одной я перед микрофоном, а в другой с Волога. Много можно попросить, и, друзья, этот материал будет выставлен. Там 970 роликов от нас. Но когда зайдем на сайт, этот сайт необычен тем, что он очень большой. Там 50 книг моим голосом насчитаны. 12 томов Златолуса, 12 томов Жития Святых, Архипелаг Гулаг, Библия от корки до корки, холом и православных. Вы можете скачать и дома счистить картошку, а я буду сидеть и считать. Каждый день буду с вами. Когда зайдете на сайт, то вверху написано «Православный форум Игнатия Латкина». Если не уткнуть, вы уже находит. Это 1400 тем. Хорошо, Игнатий. Спасибо вам большое. Храни вас, Господи. Спасибо. Почему? Они работают. А потому что они разговаривают с людьми, к сожалению. А так? Да. А церковь не разговаривают. А я почему-то знаю, потому что я веду занятия. А таких, как вы, очень мало. Я в милиции веду, в городских участиях, в школах, на заводах, в априках. И я знаю обстановку. Тем более начальник детского лагеря 40 лет. Без помощи государства тысячи детей поднял. Мы говорим, конкретные вопросы решаются. Не завтра, сегодня. Ну, у этих книг есть друзья, есть и враги. Потому что они написаны без пригляда в глаза. Что говорит Бог? Почему эти книги, они опережают нам много-много лет вперед в сегодняшнее время. Сегодня еще встречаются с властями. Вот эти писунки в храме Песа Спасителя. Ведь они не на пустом месте. А то что? А то, что они подвигаются там с Путиным. И пели, что Богородица проголи Путина. А мы были перед храмом молились. Что нужно делать было? Я говорю, закрыть храм и молиться перед храмом. Народ бы обратился. А что? Довануть? Посадить? Понимаете? Нет, нам не это Бог дал. Конечно. Нам дал Господь оружие одно, любовь. Сегодня евреи виноваты. Не ищи виновных, начисть себя. А евреев надо благословлять на местах. А уже как они дальше будут, Бог знает. Хорошо. Спасибо вам большое. Храни вас, Господь. Спасибо. До свидания. До свидания.